Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Олимп. Меня зовут Артём Петров. Мы продолжаем рассказывать о парусном спорте. Сегодня познакомим вас с казахстанскими яхтсменами. Не пропустите ближайшие 10 минут. Будет очень интересно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не хочется портить сказочное впечатление, но в реальной жизни в парусном спорте далеко не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Дефицит внимания, недостаток финансирования и полное отсутствие современной инфраструктуры, словно трещины в лодке яхтсмена, через которые просачивается вода и тащит на дно весь вид спорта. Только за счет настоящих энтузиастов и преданных фанатов этой дисциплины парусный спорт еще держится на плаву. И что самое интересное, несмотря на все трудности, они продолжают трудиться и не опускают руки. Вот только без полноценной поддержки со стороны государства это все равно, что грести против течения. Самый главный вопрос, который сейчас волнует яхтсменов, появится ли у них когда-нибудь современная крыша над головой. Не ржавые контейнеры и сырые гаражи, а новая спортивная база с ангарами для хранения лодок, гостиницей и тренажерными залами. Причем подходящее место для строительства подобного объекта уже имеется. Для того, чтобы сделать хороший яхт-клуб с развитой инфраструктурой, о чем мы говорим, нужно, наверное, скорее всего начать с дороги. Вот сейчас мы здесь с вами по грязи еле идем, а машины оставили 200 метров. Здесь просто даже машина не может проехать. Сейчас мы с вами идем на так называемую спортивную базу, которая построена была еще в советские времена, насколько я помню, в 60-х годах. На балансе моей школы этот объект сейчас находится. Он мне перешел в наследство. То есть мы имеем, что имеем. Вот оно перешло в наследство. И хотел бы сказать, что сама база, она была сделана для того, чтобы здесь начать развивать парусный спорт. Действительно, это была самая настоящая история, вот только, к сожалению, с несчастливым концом. С развалом Советского Союза, как и многие спортивные объекты страны, этот на Шардаринском водохранилище сначала был лишен финансирования, затем заброшен, а потом фактически разобран на кирпичи и металлолом. Сейчас трудно поверить, но еще в середине 60-х годов прошлого века здесь, как говорится, бурлила жизнь и царил настоящий спортивный дух. Еще тогда, убедившись, что этот водоем подходит для занятий на яхтах, а климатические условия тут действительно идеальные, основатель парусного спорта в Южном Казахстане тренер Михаил Демидов предложил местному комбинату железобетонных конструкций приобрести парусные лодки. Так были куплены первые яхты и открыто отделение парусного спорта. Были приглашены специалисты из России. От желающих записаться в спортивную секцию не было отбоя. В то время число спортсменов превышало 100 человек. На самом деле место было выбрано не случайно. То есть те, кто определяли это место, были люди, которые разбирались и знали толк в парусном спорте. А само водохранилище, оно действительно очень подходит для развития парусного спорта. И вот я вам приведу несколько моментов. Это у нас в первую очередь для парусного спорта что нужно? Хорошая роза ветров нужна. И вот здесь вот именно хороший ветер для того, чтобы не только тренироваться, повышать, улучшать свое мастерство, а и проводить соревнования. Не только республиканские, а даже международные. Второй момент, вот вы видите, какая огромная акватория. То есть здесь есть где развернуться. Но самое главное, это климатические условия. Мы находимся на самом юге. И здесь, в принципе, по сути, можно круглогодичную подготовку вести по грибным видам спорта. То есть водохранилище зимой не замерзает оно. А грибцам для того, чтобы качественный тренировочный планомерный процесс вёлся, нужно практически круглый год на воде заниматься. Примечательно, что по климатическим условиям Шардаринское водохранилище наиболее подходящий водоём для развития не только парусного спорта. Высота над уровнем моря 250 метров. Площадь водоёма 783 квадратных километра. При этом глубина на некоторых участках до 26 метров. О такой экватории некоторые регионы нашей страны могут только мечтать. Взять, к примеру, столицу. В грибном спорте они на плаву лишь благодаря грибному каналу реки Ишим. Вот только тренироваться на открытой воде столичные представители академической гребли и гребли на байдарках и каное могут всего несколько месяцев в году. Для полноценной подготовки к международным стартам этого, конечно, недостаточно. Приходится выезжать на учебно-тренировочные сборы за границу. А это дополнительные расходы там, где каждая копейка на счету. Однако, если в Туркестанской области всё-таки появится спортивная современная база, нетрудно посчитать, сколько бюджетных денег будет сэкономлено только на одних зарубежных УТС. На данный момент, касательно парусного спорта, так как мы проводим здесь Кубок Казахстана, я вам ответственно могу сказать, что у нас нету хорошего яхт-клуба ни одного на всю страну. Нету его. Поэтому я и хочу, чтобы нам помогли, обратили внимание, реализовать этот проект. Я так понимаю, что здесь, если будет появиться современный яхт-клуб, то он также сыграет роль и в развитии туризма. Я так понимаю, это он же будет не только для спортсменов, правильно? Да. Яхт-клуб, парусный спорт, он и подразумевает, чтобы любой желающий мог попробовать себя именно в качестве яхтсмена для того, чтобы почувствовать и попробовать поуправлять яхтой. А вот что касается туризма, вы правы здесь тоже. Здесь у нас разрабатывается, он уже есть, проект развития туристического кластера именно здесь, в Шердаре. И здесь хотят подготовить, реализовать инфраструктуру для развития именно пляжного туризма. Итак, на сегодняшний день, благодаря плану нации «Сто конкретных шагов», которые обозначил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, уже есть концепция развития туристической отрасли до 2023 года. Так, на побережье водохранилища планируют построить более 60 объектов. Это и гостиницы, и рестораны, дома охотников и рыбаков, аквапарки. Объем инвестиций, привлеченных на развитие туристического кластера – 6,7 миллиардов тенге. Также известно, что инвесторы, в том числе и иностранные, проявляют интерес к проектам, благодаря чему в районе откроют более тысячи новых рабочих мест и построят не только ряд туристических, но и социальных объектов. То есть у города Шардара есть все шансы стать прогрессивным населенным пунктом и местом притяжения туристов. Вот что значит «Ветер перемен». Скажите, возможно ли построить такую современную базу не только за счет, допустим, областного и республиканского бюджета, но и за счет инвесторов, в том числе и иностранных? Конечно, это можно сделать. Но инвесторов, как вы знаете, не просто найти всегда. Но так называемый бизнес-план, он имеется, где мы четко показываем, что этот объект, он будет рентабельным. То есть любой инвестор зайдет, и на этом объекте, на этом яхт-клубе, если он его возведет, можно будет зарабатывать реально. Впрочем, с инвесторами или без хочется верить, что яхт-клуб здесь все-таки появится и станет новой национальной достопримечательностью. Так сказать, дополнительным украшением этого живописного уголка нашей страны, которое на всех парусах стремится в тридцатку самых развитых и привлекательных государств в мире. Редактор субтитров А.Семкин